Приветствуем вас, дорогие друзья! С вами снова программа Судный Тень, в которой мы обсуждаем прошедшие за неделю новости и события в игровой индустрии. С вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов и Антон Запольский-Донор. Добрый день! Должен признаться, я в гневе. В гневе из-за вот этой вот маленькой штучки. Маленькой. Маленькой. Ну да, если по голове треснуть, то развалится. Мало не покажется. Это хорошо, если треснуть. Дело в том, что мы только что играли в игру Hyrule Warriors, которая создавалась под патронажем Nintendo. Естественно, это ответвление серии Samurai Warriors, Dynasty Warriors, Gundam Warriors. Их, в общем, было очень много. Но, тем не менее, не ожидалось, что имя Nintendo и ее влияние сумеют сделать из этой трешевой, в общем-то, серии, ну, что-то более-менее вменяемое. Что новые приключения Линка окажутся, по крайней мере, не гадостью. Но мы на протяжении около часа играли в самую настоящую гадость. Оказалось, что хуже Samurai Warriors можно сделать. А если сделать Samurai Warriors про Зельду, то есть ограниченное количество героев, ограниченное количество врагов, ограниченное количество оружия и отупляющая однообразная музыка. Они дошли до того, что музыку из Зельды, вот эту вступительную, они зациклили. И в пределах одного уровня оно звучит, оно выедает мозг. И вокруг тебя одни зеленые эти одинаковые гоблины, и ты их бьешь, и не понимаешь зачем, кто ты, откуда. Теряется вообще всякая связь с реальностью. В конце концов, вот отлипнуть от этого сложно. Вот реально, я Миша дал геймпад, мне пришлось вырывать из рук. У него остекленевший взгляд был просто. Он смотрел в экран такой, и все, уже ушел человек. Видно, что из этого мира его здесь уже просто нет. Ну, не знаю, может быть я один такой, может быть вам эта игра понравилась. Особенность Династии Warriors вообще всей этой серии от Omega Force и TechMakaya, что там количество превалирует над качеством. То есть там, да, там примитивная боевая система с одной стороны, но героев в последнем, по-моему, Варио Псорочи, который недавно выходил, вот переиздание для PS4, там PS Vita, еще чего-то, там, по-моему, под 150 героев. Там есть ощущение войны Династии. Там есть история у всех персонажей, можно почитать. И все там, так как события с Амарой Вориус, они основаны, в принципе, на реальных войнах средневековых, которые были, то есть для тех, кто интересуется, в принципе, историей Японии, и даже будет интересно почитать персонажей, там, описание. Ну да. Кстати, из этой фигни вполне может получиться какое-нибудь убийственное оружие. А здесь это самое. Получается, что есть достаточно простая вселенная, вот, и мы спасаем, вроде, опять спасаем Зельду, по сюжетной еще части. Я отмечу, что в мире Зельды все нарисовано с очень такими вот грубыми штрихами, достаточно, ну, простые персонажи. В Самурае Вориорс, ну и прочих всяких китайских этих вот самых бетонмешингов, там персонажики нарисованы очень симпатично, такие кавайненькие, такие красивенькие, такие особенно девочки. И приемы у них, как водятся, такие, знаете, такие анимешные, то есть там, если бомбанет, то как минимум пол планеты стирает с лица Земли вместе с несколькими армиями. Ну это фэнтезийный подраздел в Америке Соро. Но здесь, когда бегает один Линка, а остальных персонажей ты в глаза не видел? То есть, кто эти люди? Не, ну они там вспоминаются. Играет музыка, играет эта бесконечная музыка, и оно, и я, ой, как это весело, как это весело. Конечно, нам еще предстоит долгое приключение к финалу, когда мы пройдем до конца, познакомимся со всеми режимами, прокачаем все, что можно. Возможно, впечатление улучшится. Точно, точно. Но пока предпосылок к этому как-то нету. Еще бы, кстати, хотел отметить пару боссов, что я видел. Они в стиле Зельдовый пол. То есть, это боссы больше загадки. Ну, не загадки, да. Ну, а не загадки. Да, это загадки. Стреляй ему в глаз. Нет, ну там надо ждаться, пока босс очевидно покажет, что его можно стрельнуть в глаз, потом в этот глаз стрельнуть, потом его добить. Потом просто вбить. В Династии Уориокс, особенность, что там были боссы, это другие герои, вот, которые, ну, с аналогичными или там другими атаками, у которых неожиданно интересные атаки. Ну, их было несколько еще. Много жизней, да, их часто на уровне было несколько. Здесь вот в третьем уровне и в конце только один босс. Ну, в четвертом уже появляется один саббосс в классическом, слава богу, стиле Династии Уориос. То есть, воин, у которого много жизней. Вот, ну, мне прежде всего обидно из-за того, что опустили очень плохо, использовали имя Линды, Зельды, ну, и прочее. Ну, хорошо, что назвали хотя бы Хайрул Уориорс, а не The Legend of Zelda Хайрул Уориорс. Слава богу, что это просто отдельное ответвление. Ну, как так можно было использовать собственный бренд? Ну, это, по-моему, низко. Именно для Нинтендо. Поэтому что-то досталось. Это очень просто. Ждем Smash Bros. Вот это интересное мнение, это файтинг, но в котором собраны все персонажи, и там они в соответствии со своими механиками друг с другом дерутся. Это интересно, это классно. Вот. Здесь неинтересно, скучно, глупо. Смотреть на это даже как-то так неприятие возникает. Ну, мультиплатформы на Wii U нету. Нинтендо надо как-то, хоть как-то заполнять график релизов, хотя бы на осень. Вот. Нет, есть мультиплатформа. Я, у меня все ходы написаны. Ты про Watch Dogs? Тихо-тихо. Тихо-тихо. На яблокский. It's live. Смотри. Ubisoft поделилась новостью о том, что для Wii U в этом ноябре, 18 ноября, выйдет удивительная игра под названием Watch Dogs. И все владельцы этой консоли, которые, ну, не купили какую-то другую консоль или PC, не проапгрейдили для игры в эту замечательную игру, смогут ее купить. Вот. Это не новость. Это даже не новость для обсуждения. Ну, это просто, скажем так, ну, немножко запоздали с релизом. И надо ли это кому-нибудь вообще из аудитории Нинтендо. Потому что, ну, кто ждал, кто хотел, тот, в общем-то, уже мог давным-давно с этим познакомиться. Ну, с вами продадутся, в любом случае. В любом случае, это не самодостаточная консоль. Это консоль второго, да, второго плана. То есть она, как бы, жится в доме, если есть, да, то на месте не как основная, как дополнительная консоль для эксклюзивов Нинтендо. То есть ждать на ней на Watch Dogs было глупо. Но мне понравилось, кто подсидел релиз Watch Dogs на Wii U. GTA V поступает в продажу для PlayStation 4 и Xbox One тоже 18-го ноября. Это как раз-таки... А, Ubisoft, по-моему, раньше сообщил? Или кто раньше, интересно? Сообщил раньше Ubisoft. Вот. Rockstar сообщила чуть позже. Соответственно, ну, я не знаю, это как обычно Ubisoft такие... Зачем? Платформа же не пересек. Наоборот, классно. Есть же люди, у которых есть только Wii U. Они приходят, говорят, во, GTA V, им говорят, не, Watch Dogs. Вот. Все? Ubisoft несколько раз переносила релиз в Watch Dogs. Ну, они сходили. Ну, сколько там? Я обносировал дату, потом ее принесли с осени, потом они перенесли на... Ну, потом в GTA она не была точной даты, там она как-то обозначалась, не обозначалась, в итоге точная дата потом появилась. Так там было понятно, там пересекались платформы частично. Здесь платформы не пересекаются, здесь все хорошо, я же говорю, приходит это самое по обладателю Wii U, ну, возможно, у которого только Wii U есть. Ну, так смотри, представим его. Представим такого вот обладателя Wii U в вакууме, да, который вот сидит и ждет, когда выйдет Watch Dogs на Wii U, и тут его новостью пришибает, что GTA V выходит на PlayStation 4 и Xbox One, и обладатель Wii U резко захотел стать обладателем другой консоли. Может быть. В тот же самый день, потому что... А может быть купить Watch Dogs? Watch Dogs с Watch Dogsами, и согласиться на Усть-Докс вместо GTA. Пау Стантосу погонять на Ламборджини все-таки тоже хочется. Тут по Чикаго, на Форде. На Форде, да. В фокусе. Чикаго не круто, понимаешь? Главное, что... Виртуальная интерпретация Лас-Вегаса, это классно. Чикаго? Что такое Чикаго? Что там интересного, кроме мафиозных разборов, которые были в 30-х годах? Ну, это... Фасолина. А? Фасолина. Ну, да, да. Ну, ладно. То есть, это тут смотреть... Мне просто позабавило, именно, как они красиво... Ну, в один день... Представьте, наконец-то Watch Dogs и GTA выходят в один день. Но на разных системах. Да, сколько раз они там переносились друг от друга. Но другая новость, отрицательная для владельцев PC, релиз GTA V для PC состоится уже в следующем году, в начале следующего года, к сожалению, в январе. 27 января. Ну, они объяснили то, что данный релиз отложили из-за того, что нужно доработать. Качество версии. Ну, по мне так... Ну, ладно, отложили, отложили. Один год ждали, пару месяцев еще подождать, по-моему, не вопрос. А то после Нового года сразу море. В солнышко. В общем, в Лос-Анджелес. Ну, тем более, Бэтмена перенесли на лето. Там единственная проблема, что получается, он за две недели до вечера выходит. И все. О, Господи, проблема. У GTA проблема. Нет, ну, в том, у пользователей проблема, которые купят GTA. И, да, через две недели уже надо купать вечера. То есть, мало, две недели для GTA, для человека, у которого есть еще что-то. Двух недель хватит, на Лос-Антос. Кроме Юбисофт будет написано на коробке с вечером. В свое время осознала это самое, что двух месяцев с небольшим, по-моему, у них, или двух там... Не, ну, это же ведьмак. Это же ведьмак. Все-таки это человечище. Вот. Поэтому это... Он может такие слова. Трагедии не вижу. Люди, которых на эту тему бомбит, не понимаю. У них настолько, похоже, интересная жизнь, что перенос неотмена. Игры вызывает у них какую-то боль. Ну, ладно. Я же говорю, у них настолько веселые... Ущемление прав. Каких прав? Вы просто прав. Это настолько плохо, Получите год одновременно со всеми. Настолько плохо, что ты позже поиграешь. Я понимаю, когда игра не выходит на твоей системе, на которой тебе удобно икать. Там Destiny на ПК, например. Это понятно. Это, ну, надо задуматься. Это опять сразу выше, собственно. А когда переносят на два месяца, ты все равно в нее поиграешь. То есть так принципиально это, я не знаю, я же говорю, настолько жизнь веселая, интересная и полна другими увлечениями, что время выхода... Миша, ты говоришь про платформу, на которой программа Early Access пользуется огромной популярностью. То есть люди платят деньги за ранний доступ, просто чтобы раньше всех поиграть. Они не поиграть в бету. Там это скорее... Поиграть. Это скорее вариант для энтузиастов. То есть люди, которые в том числе хотят поучаствовать в разработке. Ну, не поучаствовать, а свое мнение. Нет, ты знаешь, в этом плане, если брать какие-то нишевые проекты, типа тот же Planetary Annihilation, которая была немного стимировалась, там, те же Divinity, а если брать какой-то популярный продукт, типа DayZ, туда народ просто покупал ее, чтобы поиграть. Не чтобы там помочь разработчикам, а просто вот сесть и поиграть в это забагованное там альфа-версию, где ничего не работает. И что, как ни парадоксально, они в это играют, и каким-то образом они получают от этого удовольствие. Нет, а ты говоришь, естественно, у таких людей GTA 5 от переноса будет очень... А в GTA 5 здесь еще больше популярно. То есть если какой-то DayZ, там ребята платили по 40 баксов за альфа-версию. Ну, это немножко другое. Нет, тут опять же не совсем корректное сравнение. GTA 5 это блокбастер, от которого ждут готового качественного продукта, а DayZ там особенности. И Early Access это все-таки не совсем корректное сравнение. Нет, просто из-за популярности, собственно, таких людей все больше появляется. Которым нужно вот здесь и сейчас? Да. Ну так пусть играют пока в DayZ, пока не выйдет GTA 5. Ну и что, вот прям кушать не могу, нечем заняться, больше играть не вожда. В 28-го числа покемоны новые выходят. Нахрен мне это GTA. Но не на 3DS, правда, выходят. Вот. Раздай всем страждущим 3DS вместе с покемонами. Она недорого стоит вместе с покемоном. Кстати, да. Особенно, если покупать новые релизы, вот эти 3DS-ки, вы, даже кто более-менее уместный, экран не такой гадкий. Вот. Еще одна новость, кстати, про переносы. Игра The Vanishing of Ethan Carter, как оказалось, даже еще не началась разработка для PlayStation 4. Несмотря на то, что эта игра светилась на пресс-конференции Sony, как один из стимулов для покупки, презентации данного устройства. Как бы ни оказалось, что все игры early on PlayStation 4, как бы они ни оказались... Ну, это, опять же, логичный ход, как с Hellblade, тем же компанией, маленькой... Как с анонсом DayZ. Как с анонсом DayZ. Sony 4. Хорошо, 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 мы объявим об этом на пресс-конференции. А у вас трейлер есть красивый? Есть у нас красивый трейлер, мы его сделаем для PC. А дайте на нашу пресс-конференцию, пожалуйста. Microsoft тоже некоторая даже мультиплатформу на ПК показывает. Может, там и другие early on Xbox, или там то, что они на Xbox One показывали, тоже может еще... Да, Microsoft, я тут могу сказать только то, что они, как я уже давно говорил, ребята должны выпускать игры сразу на двух платформах, на Windows и на Xbox One. Это логичный, простой, очевидный шаг. Почему они тупят, до сих пор, я не понимаю. Денег мало, много. Купили Майнкрафт. Кстати, еще одна новость. Это не новость для обсуждения, мы в прошлый раз уже говорили об этой тему, что были слухи о том, что Майнкрафт, создатели, в студию создателей Майнкрафт Моджонг собирается купить Microsoft за 2 миллиарда долларов, и на этой неделе новость подтвердилась, и Microsoft купила Моджонг за 2,5 миллиарда долларов. Моджонг, Моджонг это китайский. Какая разница, больше этой студии, я так понимаю, мы ничего о ней больше не услышим. Потому что Microsoft купила студию с потрохами, но сейчас попросили на выход вместе с брюшами. И не только его, и главного там генера. чемоданчики и череда хмурых парней с чемоданчиками на полный долларов вышли из офиса и растворились в ночи. Я читал, получил с этого миллиард 400 миллионов, а по состоянию на март студия насчитывала 40 человек на март этого года. То есть, это в среднем, я не знаю, сколько-то, 2,5 миллиарда на 40. По 60 миллионов. Ну, прикольно, прикольно. Для сравнения, это самое, самый дорогой футболист, это 100 миллионов евро, переход. Но это футбол. Да, какой-то там футбол. Сравнил. Там же мяч не квадратный. Ну да, и это самое, и не пользовательская база в 50 миллионов. Хотя нет, пользовательская база побольше. Но там другое. Нет, ну это интересно. Мне лично, я не собираюсь тут что-либо комментировать, потому что я лично не представляю вообще, что Microsoft будем делать с Майнкрафтом. Я тоже. Ну да. А учитывая патологическую способность Microsoft превращать все купленные студии и игровые серии в ничто, как... Экспрессер Рея. Да, как... Можно много чего вспомнить. FASA можно вспомнить, ACES Studio можно вспомнить, NCL можно вспомнить, Killer Instinct можно вспомнить, Dark можно вспомнить. Мы называли, да, Рея, которую превратили в чок знает что. То есть МС, да, у него способность тыльной стороны Мидаса очень хорошо развлепила Microsoft инди-студию там 40 человек за 2,5 миллиарда долларов. разработчики Oculus Rift там, которых за 2 купили там, Twitch'а, YouTube'а с поправкой, там, правда, инфляцию можно учитывать плюс-минус, там, их за 1,6 миллиарда покупали 10 лет или сколько там назад Google. Дружно умылись слезами, по-черному обзавидовались ночью, ночь пересчитал деньги и сказал, я больше не буду заниматься играми. эти игры. Я сделал все, что вам Я никогда ненавидел игровую индустрию, знаете ли, вы все унылые лузеры, идите вы нафиг со своим вонючим инди, говенными блокбастерами, купленными оценками, я пошел. Сказал там, ну, на самом деле, сказал, что он что-то для души будет делать, в общем, класс, 2,5 миллиарда за инди-конторку, это все же, особенно все инди-разработчики нужно выдохнуть. Сейчас поплет еще больше инди после этой сделки, то есть, все хотят стать, все хотят получать. Все хотят быть кстати, по поводу купленных оценок, открылись дополнения, информация дополнительная о том, что в контракте между Activision и Bungie был допущен, имеется маленький пункт, что если Destiny получит, по-моему, больше 90% по оценкам критиков, больше 90 баллов по оценкам критиков, тогда они получат бонус в 2,5 миллиона долларов. Не в миллиарда, миллионы, все-таки игровая индустрия все-таки еще в миллионах нормальный расчет идет. Ну, какая-то Bungie. Да, ну, не в миллиарда, да, то есть, ладно, то есть, выплатят им контракт 2,5 миллиона. И тут я подумал, так вот почему Destiny получает такие низкие оценки в прессе. Боби-боти. Ведь гораздо дешевле купить низкие оценки, чем купить дорогие. А купив низкие оценки, ты сохраняешь в кармане 2,5 миллиона долларов. Может, их и покупать не надо. Высылаешь это самое превью, в ревью-копию в день релиза, говоришь, что, мол, вы знаете, надо поиграть, вы поймите, вот, наша игра раскрывается не перед всеми, вот, ресурс ваш фуфло, я его давно не читаю, вот, что-то такое. Понятно, что тут же, на тебе 6 баллов, на тебе это самое, 7 баллов. Я так и вижу про эслисту журналов, там 10 баллов, столько-то денег, за 6 баллов поменьше, и так далее. Ну, в любом случае, да, Бобби котик, мне кажется, в выигрыше. Это, конечно, шутки, все, шутки. Хотя, кто этого котика знает? Он хитрый. Да, он, ну, знаешь, он в рынке ориентируется, своего не упустит никогда. Когда Гост получил небольшие оценки в прессе, пофиг, продажи нормальные, человек доволен. Снупдог озвучил инструктора, который на заднем фоне говорит там, точку А захватили своим рейкорским вот этим вот голосом. Йоу, мэн, точку А захватили. В Destiny хорошо продается, возможно, будет стабильная комьюнити. Как бы Хал опять от этого не поплохело. В продажах Destiny я, скажем так, сомневаться особо не приходится, потому что игра идеально попадает на вот эту сформировавшуюся категорию онлайн-жителей, в онлайне. То есть, которые готовы днями, ночами, утром, вечером, не чистя зубы, не моясь в ванне, да, ползти к телевизору, включать его и, о боже, Destiny, еще одна легендарная шмотка, еще один рейд. Старая добрая традиция Диабло живет и здравствует. Да не Диабло, это я помню ранние посиделки в World of Warcraft, когда это же поначалу в World of Warcraft это же был супер хардкорная тема, когда люди, так, жена, я в рейд. Менять, пожалуйста, не беспокойтесь. И на 4 часа. И до 4 утра в рейд с пацанами, сколько там, 20 человек, по-моему, поначалу можно было ходить, такие массовые рейды, убивали этого босса, ну там, ух, получили там одну шмотку там на всех, поделили, разошлись. вот это была жизнь, понимаешь? А сейчас... Как я тебя завидую. У тебя есть аккаунт, у меня есть жизнь. Нет, два аккаунта в World of Warcraft. Потому что на русских серверах нет того благоприятного комьюнити, русские игроки почему-то матом ругаются. Мне это не нравится. В World of Destiny, кстати, некоторые претензии лично мне выглядят, для меня выглядят странными. Вроде там, фрагментарная необходимость, искать лор какой-то, подача сюжета. В серии Souls это никого не смущало. В ММО это никого не смущает. Вот. Необходимость глиндить и бегать это к Diablo относится, в Diablo это никого не смущает. По поводу подачи сюжета помнится в обзоре Diablo я особо отмечал один момент, что даже в Diablo на тот момент мне показалось слишком много кат-сцен, которые разрушают игровой процесс, создают паузы, там при убийстве. То есть ты заходишь к боссу, он тебя встречает тирадой, темный экран, вот, ты нажимаешь Escape, конечно, но эти несколько секунд стоят твоего времени. Ты знаешь, что появилась? Появилась новая галочка пропустить все кат-сценарты. Вот, 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 о ней я молил в то время. И эта галочка на самом деле гениальна. В таких играх, которые предназначены для многоразового прохождения, для многократного прохождения, для миллионного прохождения одних и тех же уровней, одних и тех же боссов, в них должны быть как можно меньше пауз. Вот, сюжетных. Чтобы тебе меньше всего давили информации. Информацию, если захочешь, ты найдешь. А Банджи придумала очень интересный способ, который, кстати, светится на экране. И я, честно говоря, даже не понимаю, почему люди, которые делали обзоры на это, не заметили, очевидно, то есть снизу появляется добавлена новая карта. Карта, смотрите, там на Банджи.нет. Так, ты заходишь туда и видишь, ну, под своим аккаунтом, естественно, что у тебя пополняется картотека, истории, легенд, по миру, по каждому боссу, по каждой расе, четкая информация по солдатам, разных видов войск, о том, что они такие, почему они так отличаются друг от друга и все остальное. То есть, если тебе интересно, эта информация, у тебя есть более того, есть мобильное приложение Destiny, ты достал из кармана, о, открылась карта по такому-то виду врагов. Все, открыл, почитал, ладно, пошел. Все, никто тебе не парит мозг, ни какой-то другой дополнительной информации, потому что в подобных играх, ну, когда ты снова и снова приходишь, какому-нибудь мехазоидному боссу, которого тебе нужно убивать раз и так пятитысячный, смотреть на его выступление, на то, как тебе будут друзья трепетными голосами рассказывать, о, боже, а если мы все умрем, вот, или там с долгим боем там пробиваться, с какими-нибудь синематографичными роликами, когда с неба там падают звезды, небоскребы, самолеты, вертолеты, и все это в одном, вот, и потом ты теряешь сознание, тебя куда-то тащат, это поднимают, ну, это типичная схема создания экшена в современных шутерах, то есть, когда создаются ощущения сюжета. Ну, что-то происходит, да, 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 так вот, когда вы будете на это смотреть миллионный раз, вам будет уже глубоко, параллельно, да, хорошо, если на треть, не на треть. Байн же придумала отличную механику стрельбы, она придумала отличных, разнообразных врагов, она придумала мир, в котором враги, ваши враги, сражаются друг с другом, в том числе, там несколько фракций, вообще, все есть, которые друг друга на дух, не переваривают, соответственно, это часто становится свидетелем перестрелок между инопланетянами, которые, каждая поселилась на своей планете, но они друг к другу постоянно перелетают, и, соответственно, тоже воюют, то есть, люди, это одна из, в общем-то, выживших раз в Солнечной системе, вот, и это интересно, понемногу копать, понемногу узнавать информацию о каждом из жителей башни, о каждом продавце есть точная информация о том, кто он такой, какое его прошлое, надо лишь немного поискать, но люди ленятся, в любом случае, это интересно, что, может, там, едешь, там, в транспорте, можно полистать, почитать, не сразу, допустим, нет, я только за, но люди почему-то отвыкли читать, я вот заметил, я представляю, если бы сейчас Half-Life первый вышел, с той момента, да сказали бы, что плохой сюжет, характер не проработан, герой все время молчит, а вступление, вступление вообще отвратительное, едешь, и ничего не происходит, титры плывут, и ничего не происходит, да нет, вообще-то, лор подается обрывисто, фрагментарно, и можно ничего не понять, вообще, и вообще скучно бегать по одной и той же базе, нет, но я имею ввиду по поводу именно подачи сюжета, просто Bungie, Destiny как-то меряют в первую очередь лекалами обычного шутера, что с моей точки зрения не совсем правильно. Не то, что обычного шутера, а именно блокбастера шутера, какого-то такого, именно, что... Вот именно шутера, где бу-бу, там все, все, чтобы тебе вот глаза тыкали, на, 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 я просто хорошо знаю, в Halo, в котором тоже есть замечательный кооперативный режим, который можно проходить много раз одни и те же миссии, люди, в итоге всегда выбирали играть в режим Firefighter, это просто тупо кооперативное мясо, где 4 человека держат точку от наступающих орта ковенантов, инопланетян, потому что никому не интересно снова и снова выслушивать те же самые речи командования, снова и снова смотреть на те же самые кат-сцены, снова и снова смотреть на высадку инопланетян, которые прилетают снова и снова в указанном месте четко по расписанию, вот, нет, должно быть какой-то эффект разнообразия, ну, ладно, оценка Destiny, это на самом деле дело чисто субъективное, она или зацепит или нет, я поиграл в эту игру в кооперативе, могу сказать, что это один из лучших в принципе кооперативных шутеров, именно, вот, когда идет общение, взаимодействие между классами, между ребятами, это дико интересно, мультиплеер это тоже один из лучших, ну, здесь уже стягивается тяга к всяким джетпакам, полетам, инопланетному оружию, футуристическому огромному количеству способностей, я не знаю, там, одних гранат, куча видов, каждый раз приходишь на поле боя, тебя кто-нибудь чем-то удивляет, не может понять, чем он в тебе стрельнул, все не так однозначно, вот, ну, подробнее, конечно, написано в нашем обзоре, а хотите поржать, дорогие друзья, создатели Battlefield Hardline объяснили то, что они отложили игру, не тем, что они там дорабатывают игру, там, байруют, это все, да, классическая отмазка, там еще нужно дорабатывать, нет, они хотят добавить в игру больше инноваций, просто вот это слово инноваций в сочетании с Battlefield, на мой взгляд, ну, это просто такой оксюмарон, очень смешное сочетание, взаимоисключающее, я в хорошем смысле понимаю, только если они добавят какие-то именно интересные мультиплеерные карты, то есть сделать какие-то интересные вещи на мультиплеере это легко, но они же добавляют этот режим Rainbow Six на мультиплеерные карты, просто инновация это когда что-то новое, новое в где, новое в чем, новое впервые в Battlefield, впервые в Battlefield, хотя там что, большое открытое пространство, ну, локации нелинейные были, в Bad Company первые, но люди, которые играли в бету, да, они сошлись на мнение о том, что данная игра, в принципе, является модификацией Battlefield 4 хорошая модификация, с накатанными последними патчами, потому что сетевой год уже был более-менее отлажен, но все-таки модификация, и слово рядом стоит инновация. Модифицированная инновация. Ну, ребята могут. Инновация и модификация. Ребята могут, ну, не знаю, просто я, все ржут над разработчиками Call of Duty, когда они приходят, у нас новый графический движок, все на ними, а-ха, пальцами показаны, у вас каждый год новый движок, у нас там новая вселенная, это, ха-ха, играется точно так же, и, в общем-то, уже можно предсказать заранее, как будет вся эта компания построена. Ну, тем не менее, Call of Duty как-то старается, да, играть без жетпаков, с жетпаками, в будущем, в прошлом. Все нормально? Хорошая постановка, плохая. Давайте копипастцы сделаем в сценах отдельных, вот как в гости было. Взяли, вот именно анимацию. Неожиданный ход. Да, неожиданно. Никто, никто этого раньше не видел. Никто не ожидал, что в блокбастере с двухлетним циклом разработки будут повторяющиеся сцены с одинаковой анимацией. Блокбастере, который приносит сотни миллионов долларов. Ну да. То есть, разработчики настолько разленятся, что уже... Схавают. Схавают, естественно, схавают. Кстати, насчет Схавают. Продюсер серии Текен, он сказал, что возможно состоится перезапуск серии Xenosaga HD. Да. Хорошая новость. переиздание. Там подписи уже собирают ребята. ремастеринг, я так понимаю. HD коллекшн там будет. Там трилогия будет, трилоги и HD. То есть, они дорабатывают? Ничего не будут дорабатывать. А я-то понадеялся, что будут дорабатывать. Там, в принципе, там, на самом деле, незачем. В целом, Xenosaga это такая очень была фанатская штука. Она не была такой популярной как Final Fantasy. Подожди, а когда вот эти были консольные войны, писишники, там это, консольщики, я помню, что к Xenosaga консольная сторона часто приводила в качестве довода, что вот у нас есть глубокий сюжет, у нас есть кибербанк, у нас есть там... А вот только вот вторая часть запомнилась таким ужасным игровым процессом, что ребят до сих пор в кошмарах снятся, кто играл. Но в третьей так все нормально уже было. В третьей тоже не все было так гладко, но в целом она была хорошей действительно JRPG, культовой, но как и большинство культовых игр она достаточно нишевая. Расскажи про культовость. Я, честно говоря, про эту сагу... Персонали. Там вселенная необычная с роботами. Сюжет. Хотя бы кто-нибудь что-нибудь помнит о чем? Вселенная с роботами. Вселенная с роботами. Титан Фолл вселенная с роботами. Нет, там сюжета нет. Ну, вот если бы там была космос, бегала такая в костюмчике с синими волосами. А-а-а. Так, дальше. И что она делала? С кем сражалась? Там, на самом деле, сюжет там был лихо закручен. Ты играл в Xenoblade Chronicles, если играл. Вот, примерно на том же уровне. С убийствами, со своей церковью, со своей религией, с кучей, на самом деле, жестких вещей. С оригинальной вселенной такой. Да, то есть... Не настолько оригинальной, как Xenoblade Chronicles. Монолит, сорт, они, собственно... Два мертвых титана. Как бы два мира. Вот. Но там достаточно все интересно было. Столкновение раз, там... А если вспомнить вообще про родителей Xenogirs, где было в JRPG тебе показывают первый ролик и показывают в первом кадре море, море крови по колено. На корабле космический. Ты такой, ничего себе. Ну, да. Ну, отмечаю глубокую проработку вселенной. Xenogirs были хорошими. Но там... Xenosагу же, по-моему, уже делал не создатель Xenogirs. Xenogirs вернулся в Xenoblade Chronicles. Да. У Xenogirs, насколько я помню, была одна такая большая проблема. Отключалась она в графике. Да нет, она была... То есть очень немногие люди смогли выникнуть в эту вселенную, потому что там все было такое... я ее проходил. 97-й год, по-моему, 98-й. Это был год после Final Fantasy VII и там были стандартные... Там были 3D-шные задники. 3D-модели, по-моему. 3D-модели роботов. Да, роботы. И 2D-шные спрайтики персонажей, которые были, в принципе, нарисованы на то время ну не так. Ну, там вселенная тащила. Да. То есть там сама идея, что есть как бы пилоты, которые дерутся между собой, а есть роботы, которые дерутся тоже между собой. Там как бы 2 слоя таких сражений. Игра не такая популярная, ее не так все даже, и фанаты не так часто проходили один раз, и при пройти будет, на самом деле, даже вошли коллег, чтобы было хорошо. Ну, пускай в таком, да. Подожди, если это... Я же так понимаю, это японская игра старой школы, это значит, что она долгая. Как и все GFG. Ну, да. Короткие GFG, это... С элементами гринда. Сто часиков одна часть. Часов 50, как-то. Ну, где-то так, да. С элементами гринда, опять же. Кстати, насчет элементов гринда. На официальном сайте Final Fantasy XIII, не знаю, это чья-то страшная шутка или нет, появилась информация, а точнее информация, логотип Steam. То есть, как бы намек на то, что игра, в конце концов, выйдет в Steam. Причем сразу все три части. Вот, да. И я так понимаю, что будет, это и Final Fantasy XIII, и XII, и XIII-2, и The Lightning Returns. Но, соответственно, они регистрировали домен типа Ultimate Trilogy, такую штуку, когда-то еще где-то месяц назад. Так я думаю, может быть, все уже плотину окончательно прорвало. Если уже Final Fantasy, Final Fantasy... Нет, ты знаешь, как ее обычно прорывает, вот как Сквореникс. Они выпустят, скажут, нам не нравится, не удовлетворены, вообще все плохо. Что-то неплохо. что-то они удовлетворены в последнее время, я смотрю, что-то им все нравится. И выпускают игры на PC. Да, да, да. И Microsoft твои эксклюзивы продают. Да. Нет, и пересдают свои собственные игры в улучшенном качестве. Теперь уж точно. Да, что-то наверняка. Нет, Microsoft тут... Ну, я не знаю, не, может и прорвало, может и глядишь и Final Fantasy XV анонсируют на ПК вслед за Metal Gear Solid V. Ну, вряд ли, на самом деле. В плане, они скорее всего, для начала, они говорили, что они делают мультиплатформный движок. Lumina. Да, Lumina, который в Final Fantasy XV, типа на ПК тоже. Поэтому, возможно. Возможно. Будет интересно посмотреть, как в Final Fantasy XV на ПК будет выглядеть. Или там, Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts не выйдет никогда, как в Final Fantasy XV. Это все слухи. никогда не говори, никогда. Кто мог подумать, что Final Fantasy XIII выйдет на Xbox? Никто. А то, что вышло, все захотели забыть. А потом вышел, кто там вышел, Мур, по-моему, анонсировал эту замечательную новость. И все фанаты PlayStation так резко за сердце схватилось. И принялись доказывать, что на ТВД она будет фигово выглядеть. Там действительно фигово. Там качество роликов было на порядок. Ну, в этом плане, не знаю, смысл этого издания. Это их утешило. Смысл этого издания играет в Final Fantasy XIII, но в худшем качестве. У нас качество лучше. У нас ролики в HD. Да, ура, подумаешь, что механика и там, и там спорная, и там, и там кишка. А по Final Fantasy еще ребята издают собственно Type 0 Final Fantasy с PSP на PS4. Который может, кстати, выйти на ПК, опять же, хотели слухи. Она выходит на Android Free2Play. Бум! Так, а Type 0 это вообще что-то... Кризискор играл на PSP Final Fantasy. Да, пробовал. Ну вот, короче, вот похожая боевка, вот в точь-в-точь, только приемов побольше. Только персонажи... А графика такая же, как в Кризискор? Ну, они сказали, что на движке они 13-й части этот Type 0 типа издают. допустим. Да, допустим. Но вообще там самое ключевое, что там персонажи 14, по-моему, или 15. И они сразу у тебя все в пати. И меняешь, там, бегаешь, вальше. Это такой монстр-хантер, только по-насу. Реникс продолжает пытаться достаточно тупым образом рубить капусту. Сволочи, где продолжение Deus Exo внятное? Где Hitman? Ах, там новая RPG. Где эта самая информация по Sleeping Dogs 3 AdWords? Сквореникс, новая RPG, анонсера, по-моему, называется 1439, вот на TGS будет подробный анонс. Все хорошо, новый мир, известные люди, создатель Final Fantasy Tactics, создают новая игра. Фри-то-плей на ПК. Фри-то-плей на iOS. Принимаю я, сказал. Почти угадал. Фри-то-плей на iOS. Замечательно. Вперед, Square Enix. Молодцы, ребята, продолжайте. 1439, по-моему, называется, вот будет на TGS информационной. Ребята, перде. Не, ну они рубят капусту очень банальным и действенным методом, но хотелось бы, чтобы не забывали про остальные составляющие. А то как-то обидно. Игрового сообщества. Да, или они так, продав Лару в Майкрософт, они двусмысленно намекнули, что мы готовы сотрудничать. Готовы, но за ваши деньги. Кому, кому Deus Ex? Так пусть выходят на Kickstarter. Да, да, да. Вот, Square Enix выходит на Kickstarter, просит у фанатов денег на разработку Deus Ex 2. Ты знаешь, у него там деньги, скорее всего, заберут. Миллиард долларов. Вот вы, если вы нам положите миллиард долларов, мы... Мы перестанем выпускать мобильный шлак выпустить. Да, и начнем делать Deus Ex 2. Бедным игрокам останется купить, потому что великая серия жизнь, судьба, великая серия стоит на кону, все, больше ничего не остается. Еще забыл сказать, какого хрена Носгот в виде фри-ту-плея, точнее, Грега все в Кайн нормально не перезагружается. Ладно еще фри-ту-плей. Фри-ту-плей сделаем. Так это какой-то непонятный шутер фри-ту-плей. Моба, что это? Это не шутер, это моба. Это не моба, это мультиплеер. А, мультиплеер. Там чисто вампиры против людей. Ладно. Я смотрел несколько стримов. Короче, пусть Square Enix выпускает свой 13-шлаг на ПК, он порвается, они обидятся и в очередной раз все равно нефротолкового или реально хорошего как-то. Ну, кроме Bravely Default. Вот интересно. Мне на ум приходят Bravely Default и оранонсированный Bravely Second. Ну, опять же, это 3DS. Ну, ладно, ну, хоть что-то. А так, сходу, я ничего и не вспомнил. Не, ну, в Bravely Default тоже были там свои недостатки, но игра хорошая. Ну, да, на фоне фри-ту-плея, переизданий, переизданий фри-ту-плея, мобильных переизданий фри-ту-плея. Да, HD-версии игры с PSP. Ну, да. Класс. О, боже ты мой. На движке 13-й. Вы смеетесь над мобилами, а тут Electronic Arts призналась. Это те, которые Battlefield, Battlefield инновации? Инновации, инновации в Battlefield, да, вот это те самые, это как это, уличная магия. Вот эти, вот эти ребята. Не-не-не-не-не, Electronic Arts, не-не-не-не-не. Ребята, мы практикуем особую уличный гейм-дев. Так вот, вот эти вот особые ребята, они сказали, прямо так и сказали, что iPhone 6, вот этот анонсированный новый смартфон от Apple по мощностям не уступает современным игровым консолям. Ты знаешь, я понял его логику, наконец-то до меня дошло, потому что iPhone 6, а PS4 4. А Xbox вообще One. Да, то есть, если бы это было PlayStation 6, он бы сказал, что на рамки. А хорошие игры, демон, куда ты дел хорошие игры? В рот мне ноги. Ну, Nvidia появился замечательный, подпевал, они нашли друг друга, одни говорят, что мобильники... помощности не уступает. И как ему тут не верить, мобильные процессоры и процессоры для стационарных систем, это ведь одно и то же, правда, ребята? 28 гигабайт памяти на порту. Гейм-дизайн же одинаковый можно делать. Уровень проработки... А отсутствие кнопок только добавляет возможность создавать Аудитория готова платить по 60 долларов за игру. Не, он подумал, по 620 за телефон, так я думал, что за игру неплохо. Там есть это, ретинодисплей, у него разрешение как HD, но... Ретинодисплей. PS4 вовсе дисплей. Ну, как тут сравнивать, проигрывает сразу. То ли дело в Wii U, например. Про Wii U они ничего не говорят. Ну, смешное заявление. Молодцы, ребята. Я же говорю, компания... Nvidia, которая бомбит по поводу того, что она в Wii U этого поколения пролетела. И вот электроника, в которых проблемы отовсюду лезут. Может, он имел в виду то, что там сам в айпоне появился барометр. Барометр. Очень важная штука для игр. А в новом Hardline можно будет высоту над уровнем моря как-то отображать на интерфейс? Это инновации? Вот это как-то связывается? Вац! И давление... То есть ты поднялся на небоскрёб, давление повысилось, слух упал. Вот. Не услышал, как тебе подкрался враг, хоп, тебя убили. Инновации, инновации. Интересно, интересно. Возможно, где? Только на айпон. Battlefield Hardline на айпон? На iOS. Барометр и тиши. На iOS, да. Почему нет? Они много разных глупостей делали. Вот для этого самого Battlefield 4 можно тоже там с планшета что-то там там Commander Mode это относительно логичный ход, но... Не, ну, я... Заявление смешное, я не спорю. Вот что я думал про этот асимметричный Я с тобой согласен, я то, что это полная фигня, как и все эти заявления или кто-нибудь как-то тем... Как, в общем-то, и про возможность играть в Destiny на PS Vita пробовал я играть в Destiny на PS Vita ужасно. Ну, естественно. То есть оно как бы... Возможность такая есть. Да. Играть можно. Но это не более чем возможно. Ну, это же сетевой шутер. Нужно, скажем так, различать. Да, то есть когда это реально удобно, вот, но даже когда тебя сгоняют в телевизор от твоей домашней и говорят, все, дай нам посмотреть мультики. Нет, не получается поиграть нормально, комфортно. Может, это динамичный сетевой шутер, где необходима стопроцентная контрольная ситуация, которой PSP или PS Vita с ее органами управления обеспечить не в состоянии. Не может. В отличие от DualShock и большого экрана. Поэтому, да, окей, можно. То же самое по мощностям, по мощностям. Есть другие ограничения, какие-то особенности аудитории. Не учить, но окей. Так, последняя новость. Ну, не знаю, скучная она. Стоит ее обсуждать, не стоит ее обсуждать. Она касается того, что в Америке PlayStation 4 в очередной раз продается лучше Xbox One. фигня. Грань будущего, что ли, кто-то экранизирует. Все снова и снова. Все повторяется и повторяется. Но в количестве там не такая большая. А насколько хватит вот этого запала, на самом деле, вызванного отсутствием Kinect? У нас в Microsoft. Вот в чем вопрос. И эксклюзивные сделки с Electronic Arts, касающиеся выпуска Madden, там, панглов с этим. Ну, опять же, да, полубесплатных или там бесплатных. Даже с этим не помогло. Ну, даже, да. И даже, ну, помогает, но не обгоняет еще. Ну, да. Но PS4 лучше по платформе. И что самое забавное, несмотря на такое хорошее положение в игровом бизнесе, дела-то у Sony идут более чем плохо. Именно как у большой корпорации. Глобальность. возросли и нынче составляет 2 миллиарда долларов. 200. 200 миллиарда долларов. 466 миллионов. То есть ребята относят данные неприятности к очень плохому положению на мобильном рынке. Это еще не отчеты, не ожидаемые, то есть, показатели. Так они, данные показатели очень честные. То есть они уже из каких-то предпосылок. И я более чем уверен, что потери, если будут, то они будут где-то в этом положении. Потому что они уже видят потери, которые идут от мобильного бизнеса. Sony лихорадочно выпускает новые модели своих Xperia. Лихорадочно. Раз в полгода. Они с частотой Samsung, по-моему. Да нет, по-моему, большинство других компаний обновляют раз в год свои линейки. В среднем. А Sony раз в полгода. Нет, это вот именно частят со скоростью Samsung. Они делают в принципе хорошие смартфоны, которые пользуются очень большой, получают очень хорошие отзывы у пользователей. В частности, модель Xperia Z1 Compact, которая вообще там была на расхват у многих людей. В принципе, да, моделька, так ее называли чуть ли не андроид-аналогом Apple. Ну, в частности, из-за того, что она была маленькая, ну, маленькая. Относительно. 4,3 дюйма. Маленькая, толстенькая, тяжеленькая, но из металла, из стекла. Соответственно, да, то есть можно было из заводскими пленками. Да, из заводскими пленками. И по конской цене. Кстати, тут можно, знаешь, очень просто указать на те ошибки, которые раз за разом допускает Sony, пытаясь продвигать свои смартфоны. То есть, они пытаются, с одной стороны, поддерживать свой, так называемый, Sony стиль, да, вот. С другой стороны, каждый раз допускают, ну, просто грубейшие ошибки, особенно, если рядом положить флагманы другой компании, и рядом флагман Sony, то сразу очевидно, что флагман другой компании отлично лежит в руке, даже если он из металла. У него закругленные грани, в отличие от острых, металлических у Sony. У него металлическая задняя крышка, в отличие от стеклянной. От этого даже Apple уже пошла, чтобы стекло крепить на заднюю стену, потому что, ну, оно в конце концов царапается, так или иначе, или просто будет выскальзывать. А если ты надеваешь чехол, то это красивые глянцевые стены, просто стенки просто незаметны. Они большие, как правило, почему-то вот у них очень редко, вот до последней серии Z3, Z3 и Z3 Compact, вот у них не получалось делать очень тонкие грани, у них получалось, что экранчик находится в середине, с очень большими рамками, вот, особенно сверху и снизу. Вот, это очень заметно было. Да, и вот они продвигают эти фишки, причем очень глупо их продвигают. Водонепроницаемость. Ну да, вы делаете водонепроницаемые смартфоны, но ценой этому у вас будет док-станция, зазор вот эта вот, штука, крепление к док-станции, заглушки, которые тоже видны и портят весь внешний вид. То есть, с одной стороны у вас смартфон отличный, ну, с одной, со второй, с третьей, вот, а с четвертой это раскрывается просто какой-то ужас. Вот, и в руках его держать, ну, с третьей они многие исправили, наконец-то. Многие исправили, но за разъемку-то к док-станции оставили. Ну да, идею, держится за водонепроницаемость всеми частями тела. Идею сделать беспроводную зарядку, к чему Nokia давным-давно пришла, почему-то не хотят. Ну да, кстати, хотя беспроводная зарядка, но это самое очевидное, самое простое решение. И софт-камеры тоже очень средние. И по-прежнему очень большие претензии идут к качеству экранов. Но уже, кроме последнего. Кронский ценник. Кронский ценник. Кронский ценник стандартный для фарма уже. Делают странные фишки. То есть они вот это вот водонепроницаемость. Кому нужен водонепроницаемый смартфон, я не знаю, кто купается со смартфоном. Не, ну оно вроде ты в определенной экстремальной ситуации оно полезно. Какое ты в экстремальной ситуации? Ну не знаю, блин, если бы... Какую ты в гору полезешь с телефоном со стеклянными пластинами? Не знаю, ты мне с языка снял мысль, что если бы у меня был... То есть это не противоударный телефон. Да, высока вариантность телефон там уронить, с большой высоты запачкать, его залить. Я бы себе купил условный Caterpillar B100, которым гвозди можно заливать. Мне в их рекламах нравится. У них в рекламах всегда такие очень рабочие чуваки свои смартфоны заливают молоком, водой, грязь макают, в песок куда-то он у них выпадает. Они его забывают под дождем, потом возвращаются. Ну, такие ситуации очень нежизненные. Ну да, они теоретически возможны, но это очень низкий вариант происхождения этой. То есть были бы это противоударные там серии, как делают некоторые производители. То есть еще можно было обо чем-то говорить. Но ладно, потом сейчас вот эта новая фишка пошла в серии Z3, когда, кстати, мы возвращаемся к игровой индустрии, они предложили функцию, что с PlayStation 4 можно делать Remote Play на планшетике свои, на смартфончике своим. То есть, соответственно, та же самая фишка, которая есть у Vita. То они сейчас вам все объяснят, как решает мобильный гейминг. Ну, зачем? Ну, зачем? Не по ним. Кстати, ну да, нет у меня Vita, я могу играть со смартфона встать или покупать еще pad дополнительный. Там не pad, нет, у тебя там крепится к DualShock, там какое-то специальное крепление, к четвертому DualShock. Ты вот как на Vita ставишь и просто... А, получается Vita, но с нормальным управлением. Да, Vita, но с нормальным DualShock. Но с маленьким экранчиком. Ну, экранчик 5 дюймов. Ну, хоть что-то. Хоть что-то. Это фактически получается то же самое решение, которое предложил NVIDIA. Ну, share place. Только... Только ничего не надо по сути покупать. Если у тебя есть телефон там смартфон, то есть от Sony, то вот у тебя еще появилась новая функция. Ну, там какие-то особенности коннекта, ну, функция есть, но насколько она жизнеспособна, это большой вопрос. Так ее и так не особо рекламируют, как из-за этого покупать телефон. Ничего себе не рекламируют. В той же новости по поводу проблем Sony отмечалось, что подразделение PlayStation хорошо себя чувствует. Вот. В отличие от этой самой основной компании. И тут главный вопрос с моей точки зрения, а как это все отразится на PlayStation? когда проблемы большой корпорации, как бы они не отразились в итоге на урезании бюджета для подразделения PlayStation, которое, в принципе, зарабатывает, но почему бы не отнять у него немножко денежки, чтобы быть в развитии Xperia. Все логично, как Microsoft делает со своим софтверным подразделением, вкладывая в Xbox, проект Xbox. Только у Microsoft как бы вопросов с прибыльностью софтверного подразделения пока не возникает. На уровне корпорации, да, там, это самое, идет все нормально с прибылью. А у Sony у нее в целом плохо, как у корпорации. Поэтому, получается, может случиться, как бы, что начнется урезание бюджетов блокбастеров. Похудание количества этих блокбастеров. Знаете, что должна сделать Sony? Она должна подружиться с ночью. У него есть два с половиной миллиарда долларов, я слышал. А, то есть, у него есть полтора миллиарда долларов. Полтора миллиарда тоже нет. Им 600 миллионов еще где-то надо найти. То есть, ну, ребят, собрать, нанять их к себе, маленьким пунктом в контракте сделать, там, типа, там, как в Баптистскую церковь вступают, то все свое даете, мол, в церкви. Знаешь, это самое, Ночь даже Копенус с Вальвом не продался, или продался, я не помню. По-моему, в Майнкрафт-Симе же есть. Что? В Майнкрафт-Симе есть? Нет. Вот, кстати. Продался. Вот. Ну, Ночь, понимаешь, он сам царь, бог, мессия, и все остальное в одном лице. Да, на всех он, в общем... Понимаешь, тут, как Асхирай, конечно, может у него попросить, но Ночь скажет, кто ты такой? Не, ну, Ночь будешь молодец. Не, мне просто смешно, что проблемы такой большой корпорации меркнут по сравнению со сделкой, которую заключил владелец маленькой инзи-студии, ну, маленькой по количеству людей, инзи-студии, которая создала фактически одну игру. Тут, скорее, понимаешь, даже мне лично, можно сказать, как-то частично обидно, как игроку. С одной стороны, есть компания, у которой подразделение вот это, PlayStation, которая реально хорошо сделала. Ну, сыграла на ошибках соперника, это одно дело, но у нее получается. А над ней вот висит вот такая глобальная корпорация, у которой проблем. А на ней висит груда проблем. Да, там мобильники, телевизоры, еще куча электроники. Все было еще хуже, когда было... Кинобизнес, по-моему, тоже не так. Ну, не знаю, как там. Кинобизнес там нормально, вроде все. Не знаю. Ну, нормально, не нормально, но я еще раз повторяю, в целом у компании лажа. Один из инвесторов, да. И есть другая компания, которая действует, мягко говоря, странно, по поступке ее такие больше раскалывают игровое сообщество, как в случае с Tomb Raider'ом, или выглядит странно, как в случае с Майнкрафтом, то есть, которая на игровом поприще как-то у них так себе, за тот день, на, на, два с половиной за ночь, на тебе полтора миллиарда, мало тебе, да, пошел ты отсюда. У них есть Windows, что у них пай, у них есть Windows и О. Ну так хорошо, просто обидно, когда у одних вроде бы есть возможности и получается в плане консоли так себе, а у других вынуждены играть на ограниченном поле, получается хорошо, но, не-не-не-не-не, вы, какая-то самая, регион-донор, давайте сюда, давайте сюда, обойдетесь без... Но все было еще хуже, когда была PS3, там было вообще печально, потому что еще и PS3 сверху убытков приносило столько, что там сжималась на глазах сама компания, просто уменьшалась... И вас гробов продавали на сколько там, на несколько миллиардов они в итоге... Такая и отсекли от себя... Здесь на самом деле еще один такой маленький момент есть. Каз Хирай, который является сейчас главой Sony, он был когда-то главой подразделения PlayStation, соответственно, когда он вошел в эту должность в Sony, в новую должность в Sony, он сказал, заявил и придерживается этого мнения до сих пор, что игровое подразделение останется одним из главных. То есть остальные подразделения будут урезаться, оптимизироваться, увольняться тысячи людей, продаваться штаб-квартиры, но игровое подразделение останется в целости и неприкасаемым. Ну это радует, да. Пока все таки, как ты говорил. Но уже который год подряд Sony терпит убытки. Ну да. Но не за игрового подразделения. Как бы Казах и Рай не попросили тихонечко уйти, придет какой-нибудь очередной ушло американский бизнесмен, который уже все нафиг распродаст, и продастся Майкрософт за миллиард. И продастся Майкрософт за миллиард, да. Я думаю, что Элоп уже сидит на чемоданах в Японию. Элоп Нокию за 7200 продал подразделение, которое мобилами занимается. Ну да, Элоп станет главой Ноки. Sony продаст Sony Майкрософту. Новый сведущий, Элоп придет к вам налаживать бизнес, он точно знает, что делать. Так, первым делом Xperia на Windows 10. Ну, мне кажется, что Кас все же не всесилен, пускай и глава. Вот. Может, у него не получается делать игровое подразделение Может быть, у Sony, знаешь, вот так же, как у Nintendo. Может быть, у них такая корпоративная этика. Не все решают инвесторы, все решает один босс, который, знаешь, сидит такой самурайским клинком. Знаешь, это хорошо. Как в фильме там Kill Bill, да? То есть, кто не... Да, кто не знает, что ли? Да, да, да. Тогда хорошо, потому что ты правильно заметил, что Кас за игровое подразделение считает. Нет, так вот, и он прав, на самом деле. Это игровое подразделение Я согласен, да, это хорошо, это правильно. Просто как бы не пришел другой глава и не начал в целом оптимизировать кампанию, это мы отсечем. Игровое подразделение частично тоже как-нибудь. Нет, оптимизации там сейчас хватает. Продали, вайя, убрали вообще ноутбуки. Нафиг они действительно... Нет, ну это понятно. Меня, понимаешь, беспокоит то, что они до сих пор пытаются выйти, продержаться на мобильном рынке. И пытаются эти попытки вот каждый раз, вот они выпускают флагман и каждый раз мы же, как бы, работники геймтех, но и одновременно АИСБТ. Соответственно, мы в курсе следим за всеми техническими новинками и за всеми обзорами. Поэтому мы знаем недостатки всех смартфонов еще до того, как они появляются на рынке. Вот новая серия Z3 тоже далека от идеала, если ее сравнивать с современными флагманами, особенно если сравнивать с китайскими флагманами. Другие производители предлагают решения, которые красивее, которые... Я не говорю про мощности, да, они могут быть... Они плюс-минус сейчас все смартфоны по мощности. Они могут быть не водонепроницаемы. Ну да, это меньше. Но с камерой, с какими-нибудь там офигенными примочками, которые не возникают вопросов к софту, потому что они не выпендриваются. Они туда вставляют нормальный рабочий простой софт, да? Они используют простые оболочки, не выпендриваясь со своей собственной оболочкой. Ну или используют свою интересную. Вот, да. И, в общем-то, вставляют металл, отличный экран, к которому, кстати, претензии практически никогда не возникают, и все, получили. В отличие от Z3, кстати. Ну да, у Sony, я же говорил, у них есть такие минусы в итоге, которые им не позволяют. Одно время даже один из инвесторов им предлагал разделиться Sony. Кстати, хорошая идея была. То есть, была бы, например, фирма PlayStation. Не Sony PlayStation, а PlayStation, которая бы, как Nintendo, почему? Nintendo существует сама по себе, и хорошо. Ну, не очень. Ну, сейчас не очень, но раньше было хорошо. Ну, скажем так, я не знаю, сколько они там на визе работали, вроде были случаи, что им очень долго еще хватит этих доходов. Если бы инвесторам не хотелось мгновенной прибыли, возможно, они бы на Ивату и не давили. Надеемся, что влияние вот этих вот глобальных проблем Sony никак не повлияет на подразделение PlayStation, которое развивается сейчас очень и очень хорошо. Ну, или повлияет не сильно. Microsoft не из тех ребят, которые прощают ошибки. То есть, они сами своих нагородили и сейчас семимильными шагами наверстывают упущенное. Не знаю, правда, какими затратами они это делают, но видно, что они готовы миллиарды тратить на то, чтобы просто удержать Xbox One. ну, не Xbox One вообще, чтобы снова выйти в лидеры. Ну, это подразделение. Снова быть первыми. Ну, эту часть рынка не потерять окончательно. То есть, видно, что они Xbox One, ну, вообще игровое подразделение собираются держать до самого конца. Ну, два с половиной миллиарда, да, на Майнкрафт непросто так. Не это самое. Не знаю, как они его будут использовать, но если они, скажем так, выложили два с половиной миллиарда за это, то я думаю, они воспользуются малейшей слабостью Sony. Ну, это означает, достаточно вспомнить рекламные бюджеты, если они урежут, если они урежут бюджет разработки своих блокбастеров, если они снизят частоту выхода эксклюзивов, соответственно, привлекательность PlayStation 4 как платформа упадет. А потом, на следующем неутре, Microsoft выйдет со своим новым Xbox One и скажет, ребята, посмотрите, Xbox One Slim, все в одном, маленькая коробочка. С Майнкрафтом. Мощнее, чем iPhone 6. встроен Майнкрафт. Чем iPhone 6s. Специальный бандл, специальный L6s+, кажется. Бандл с Майнкрафтом. Там сразу будет в игру уже встроено в консоль, любую консоль, не бандл даже, просто сразу с Майнкрафтом. Ну, кстати, да, вот это, кстати, хорошая идея. Так что, тут остается только фантазировать на тему этого. Будем надеяться, что у всех все будет хорошо, потому что конкуренция, в данном вопросе очень важна конкуренция. Sony без Майкрософта вела бы себя плохо, Майнкрафт без Sony вела бы себя еще хуже, как мы убедились. Ну да. А вот капри старте Xbox One. Так что, конкуренция для нас работает замечательно, для нас, как для игроков. На этом все, до скорых встреч, с вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов и пан Антон Запольский Довнер. До свидания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok